МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24 в студии Катерина Пёнова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Об итогах прошлого учебного года и ведущих образовательных трендах в администрации прошло августовское совещание руководителей и педагогов. Жизнь инвалидов и их семей облегчат, об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами. Далее расскажем по всем подробно. Об итогах прошлого учебного года и ведущих образовательных трендах в администрации прошло традиционное ежегодное августовское совещание руководителей и педагогов. О самых важных вопросах, которые затронули на конференции, расскажем в следующем репортаже. Традиционно в преддверии учебного года в Сарое проходит Большое августовское совещание, на котором собираются педагоги и руководители школ и детских садов. Открывая конференцию, глава города Алексей Сафонов поздравил учителей и воспитателей с началом нового учебного года и рассказал о работе, которую ведет администрация в области капитального ремонта образовательных организаций. Мы действительно пытаемся вложить в наши объекты все то, что у нас есть, все ресурсы города, все привлекаем, все ресурсы и региона, и федерации. Сейчас две школы у нас на капремонте, там сам бываю каждую неделю, понимаю, как это непросто, вот жалко директоров, но вы, ребята, стойкие, все умеете, справитесь. Ваши дети, наши дети скажут вам спасибо за результаты. Перечень бумаг, которые необходимо заполнять педагогам, ограничили, а понятие образовательной услуги исключили. Это одно из главных нововведений в образовании в новом учебном году. Кроме того, во всех школах страны вводят новый в ГОС, а с 5 сентября по понедельникам в образовательных организациях утро будет начинаться с поднятия флага исполнения гимна. Об изменениях в учебной системе рассказала директор департамента образования Наталья Володько. Большая часть школ у нас переходит на пятидневку, с первого по девятый класс, за исключением лицеев и гимназий. Они остаются на собственном усмотрении, как они переходят внутри исходя из своих образовательных учебных планов. Есть школы, пять школ, которые переходят на пятидневку и в десятых, одиннадцатых классах. Попробуем, что из этого получится. Кроме того, в Сарове будут создавать сетевую распределяющую старшую школу. Это будет некий образовательный хаб для старшеклассников, где они смогут получить углубленные знания по выбранным предметам. На ближайшем совещании с руководителями школы департамента образования будут уточнять детали этого процесса. Также среди нововведений – внедрение платформы в школы Минпросвещения РФ и в ГИС «Моя школа», которая будет единой витриной для учителей, родителей и учеников. При этом Наталья Володько отметила, что перехода к онлайн-обучению не будет. Живое общение учителя и ученика невозможно заменить. Ни образовательной организации, ни дошкольного, ни школьного уровня, ни вузовского уровня полноценно перейти на онлайн-обучение не готово. Более того, реальная потребность глаза в глаза и реальная потребность на результат во взаимодействии с учителем, конечно же, гораздо выше и гораздо результативнее. То, конечно, онлайн-обучение невозможно, поэтому массового перехода никто не ожидает, его и не будет. Также Наталья Володько рассказала об итогах прошлого учебного года. Традиционно саровские школы в топе всевозможных рейтингов и региона, и страны. Баллы по ЕГЭ у нас выше, чем по России, а по большинству предметов выше, чем в области. Проседают пока только литература и информатика. Больших успехов саровские школьники достигли и на Всероссийской Олимпиаде. Следующий элемент – это региональный этап. У нас очень высокий показатель в этом году. 145 человек у нас, число фактов, вернее, число фактов участия во Всероссийской Олимпиаде школьников регионального этапа. Из них 85 фактов побед и призеров. Вы видите, что процент успешности, в принципе, очень высокий – 58,6. Запись выступлений директора Департамента образования на совещании педагогов смотрите в рубрике «Без комментариев» на канале Саров-24. Екатерина Пионова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Обеспечить шаговую доступность организаций, оказывающих помощь, создать прокат тренажеров для занятий спортом, предоставить гражданам персональных помощников в решении жизненных вопросов. Меры поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья обсудил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями. Важно, чтобы организации, которые занимаются оказанием помощи инвалидам, располагались в шаговой доступности, и людям не приходилось ехать на другой конец города, считает премьер-министр Михаил Мишустин. В них должны работать компетентные сотрудники. Поэтому планом предусмотрено внедрение базовой подготовки, переподготовки и повышение квалификации специалистов. Правительство утвердило план мероприятий, которые направлены на комплексную реабилитацию людей с ограниченными возможностями. Концепцию разработали по поручению президента. Она рассчитана на ближайшие четыре года. Главная задача – создать в нашей стране эффективную систему поддержки граждан с особыми потребностями. Сегодня в России их около 11,5 миллионов. Необходимо окружить этих людей заботой и оказывать им помощь в зависимости от индивидуальной ситуации, по единым стандартам во всех регионах страны. Уход должен предоставляться и на дому, и под пересмотром опытных профессионалов, без необходимости проживания в интернатах. Отдельное внимание в плане уделено детям с ограничениями по здоровью. Поскольку при многих заболеваниях важна своевременная диагностика, то власти продолжат расширять практику перинатальных и неонатальных скринингов, чтобы повысить шансы новорожденных справиться с недугом на ранней стадии. Надо активнее развивать технологии сопровождения семей, где воспитываются дети с особыми потребностями. Привлекать родителей к реабилитационному процессу. Зачастую они не знают, как наладить быт такого ребенка, обеспечить ему комфорт и развитие. Какие нюансы есть в воспитании, в общении. Важно, чтобы семьи не оставались наедине со своими проблемами и могли получить ответы на все интересующие вопросы. Еще одно решение касается ближайших родственников, тех пенсионеров, которые уже отметили свое 80-летие, а также родителей детей-инвалидов. Им государство само будет сообщать о возникновении права на компенсационные выплаты по уходу за близкими. Даже если человек забыл или не знал о подобной возможности, ему подскажет уведомление на портале госуслуг либо по почте. Также можно будет подать заявление на оформление поддержки в электронной форме. То есть не выходя из дома. Что позволит сделать выплаты, установленные главой государства, более доступными. А гражданам получать положенную компенсацию без проволочек. Для внедрения нового механизма ведомство должно серьезно перестроить свою работу. Поэтому действовать новые правила начнут в следующем году, добавил Мишустин. Центробанк предлагает обязать банки, которые перевели деньги клиента на мошеннический счет, возвращать пострадавшему средству в течение 30 дней. Если деньги ушли за рубеж, то вернуть их нужно в течение двух месяцев, рассказал глава Департамента информационной безопасности СБ Вадим Уваров в интервью РИА Новости. Инициатива регулятора содержится в поправках к закону о национальной платежной системе. Другая важная информация в подборке коротких новостей. 3 сентября, в день окончания Второй мировой войны в России и за рубежом, в четвертый раз состоится международная патриотическая акция «Диктант Победы». Он включает в себя 25 вопросов по истории Второй мировой войны и проводится в формате тестирования. Принять участие в акции может любой желающий, вне зависимости от возраста. Для участников в этом году созданы более 17,5 тысяч региональных площадок. Можно также участвовать онлайн на сайте акции «Диктант Победы.рф». В Сарове «Диктант Победы» проведут во втором корпусе Саровского физико-технического института. 27 августа в художественной галерее пройдет «Ночь кино-2022». В программе три художественных фильма, которые стали лидерами проката в России по итогам года. «Последний богатырь», «Посланник тьмы», «Возрастное ограничение 6+,», «Чемпион мира 6+,», «Пара из будущего» – 12+. Организаторы акции «Ночь кино», «Министерство культуры Российской Федерации», «Фонд кино» и «Портал культурного наследия» и «Традиции России». 28 августа в 10 часов состоится прием испытаний ГТО плаваний на 25 и 50 метров в бассейне «Дельфин», а также метания меча 150 граммов и спортивного снаряда 500 и 700 граммов. Испытания стрельба из электронного оружия в этот день отменили по техническим причинам. На каждый день приема нормативов необходимо заранее записываться через электронную форму на сайте спортивной школы ИКАР. При себе обязательно на все испытания иметь удостоверение личности, медицинский допуск и уникальный идентификационный номер участника комплекса ГТО. Лесной пожар в Воротынском районе локализован. Его дальнейшее распространение удалось остановить, сообщает губернатор Глеб Никитин. «Сформировано кольцо минерализованных полос длиной окружности 74 километра. Произведен отжиг от полос. Угрозы населенным пунктам и лесному массиву за пределами Апашки на сегодняшний день нет», написал глава региона в соцсетях. По его словам, все силы направлены на ликвидацию возгорания. По данным МЧС, общая площадь, пройденная огнем по лесисто-болотистой местности, составила более 6 тысяч гектаров. В тушении задействованы пожарные десантники из Иркутской области и специалисты из других регионов. Свыше 150 единиц техники, в том числе три вертолета Ми-8 МЧС России. В Крыму завершился масштабный фестиваль «Таврида Арт». На одной площадке собрались 4 тысячи участников из разных городов России, в том числе и Сарова. Наш город и Сарфатаиньяумифи представляла Александра Исаева. «Арт Таврида» – одна из самых больших площадок России для самореализации молодых деятелей культуры, искусства и креативных индустрий. В этом году фестиваль объединил 4 тысячи участников со всей страны и стал ключевым событием Года культурного наследия народов России. Побывать на нем посчастливилось и Александре Исаевой. Событий было очень много, мероприятий было очень много. Мы были в таком своеобразном свободном плавании. То есть программа была очень насыщенная, но мы сами выбирали, куда нам пойти. То есть это были и лекции, и мастер-классы, регионы очень много организовывали различных движух. То есть в одно время могло быть несколько интересных мероприятий, и мы разрывались между ними, не знали, куда пойти. А еще были встречи с известными людьми – министрами, космонавтами, актерами, представителями медиа-индустрии. Объединила все эти события тема жизни и работы в России. Шоу резидентов в рамках фестиваля прозвучало как манифест молодых творцов против мировой культуры отмены. В первую очередь Таврида-арт – это история про общение и объединение людей. Общение Таврида – это очереди, большие очереди везде. На мероприятия, на площадку покушать. И вот когда ты стоишь в очереди, минут 40, ты успеваешь пообщаться с людьми из различных регионов. И начиная от Дальнего Востока и кончая Симферополем. То есть это были ребята из Донецка, они рассказывали, как у них там, что происходит. Это были и местные жители, которые добирались час. Люди были, которые добирались семь дней. Все участники фестиваля проходили отбор, отправляли заявки, портфолио и ждали решения комиссии. Александра считает, что получить приглашение ей помогла ее активная деятельность в Сарфутыне Яумифи. Все годы учебы девушка принимала активное участие в жизни института. Играла в женской волейбольной команде, занималась инженерным волонтерством. Фестиваль останется одним из самых ярких воспоминаний у Александры. Однако прощаться с Тавридой девушка не собирается. В ее планах участие в новых форумах, конкурсах и образовательных заездах. Екатерина Пенова, Кирилл Новикевич, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24. Наряду с матрешкой и балалайкой самовар считают неофициальным символом России. На очередной встрече в Пушкинке юные читатели познакомились с историей русского самовара и традициями чаепития. Подробности чайной церемонии смотрите в следующем репортаже. Почти три века самовар считают исконно русским символом гостеприимства, неотъемлемой частью жизни славянского народа. Однако история этого древнейшего приспособления насчитывает несколько тысячелетий. Похожие приспособления были известны еще в доисторические времена. По одной из легенд, на Руси самовар впервые появился в период правления Петра Великого. Однако, если верить историческим летописям, то самовар появился на Руси позднее, в 1740 году. Богатую историю самовара юные саровчане узнали на интерактивной площадке Пушкинке. Ну а мы сегодня с ребятами поговорили о традиции русского чаепития и не только русского. Конечно же, рассказали ребятам об истории того, как вообще чай попал к нам в страну и как появились самовары. Ну и, конечно же, наши маленькие читатели вместе со своими родителями попробовали сами в ходе мастер-класса попробовали применить на практике традиции русского чаепития. Самовар, бублики, чай в блюдцах, маленьких чашках или стаканах в серебряном подстаканнике – внешние атрибуты традиционного русского чаепития. Они нередко встречаются в описаниях классиков и на картинах известных художников прошлого. Главное в русском чаепитии – общение. Чай в России с давних пор был поводом для долгой, неторопливой и добродушной беседы, способом примирения и решения деловых вопросов. Прикоснуться к настоящим русским традициям полезно, не только полезно, еще и интересно, наверное, любому русскому человеку. Ведь наша традиция, наша память – это то, что нас объединяет, весь наш русский народ. И вот именно в этом, наверное, и заключается суть Дня самовара, который прошел в нашей детской библиотеке имени Пушкина. Завершили встречу чаепитием с баранками и кусковым сахаром. Анна Пилипец, Андрей Махмудов, Александр Мальков, Служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16» и социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски и авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Субтитры подогнал «Симон»!